Пусть меня научат! Мы продолжаем постигать из-за интересных и необычных профессий. В преддверии знакового исторического события воссоединения Крыма с Российской Федерацией Хочется вспомнить подвиг тысяч крымчан, которые в ходе крымской весны встали на защиту Крыма и его жителей и вступили в ряды народного ополчения. Но сейчас, когда угрозы больше нет, они продолжают нас защищать. Чем именно занимаются народные ополченцы в мирное время, мы узнаем сегодня в программе. Я сейчас нахожусь в пункте постоянной дислокации народного ополчения. Рядом со мной начальник транспортной службы Андрей Чико. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад находиться у вас. Я понимаю, что у вас здесь закрытые секретные объекты и все, что здесь находится, нам снимать нельзя, но хотя бы технику хочется снять. Буквально несколько слов о технике, которая у вас здесь находится. Можете сказать? Ну, не так у нас все и секретно. Народное ополчение выполняет задачи по поддержанию правопорядка, защиты людей. Техника БТР-80, которая у нас находится, представлена в количестве трех единиц, выполняет у нас задачи больше для обучения личного состава. То есть мы людей обучаем работе, именно боевой работе. То, что было здесь за 20 с лишним лет упущено украинской властью, мы пытаемся наверстать. То есть это ни в коем мере не проявление нашей силы, какого-то угнетения людей, народа, населения Крыма, России. То есть это просто для поддержания боевой готовности граждан Российской Федерации. А где уже были задействованы БТР-ы? Бронетехника принимала участие в параде на 9 мая. В прошлом году при угрозе наводнения в Бахчисарае мы выезжали туда, так как техника полноприводная, очень мощная, плавающая. Они привлекались для выполнения задач по оказанию помощи людям. В заключении хотелось бы сказать, что техника зарекомендовала еще в Афганистане себя. В Афганистане, в Чечне на ее базе продолжают выпускаться с небольшими доработками другие машины. Ну, у нас в принципе все. Могу передать вас Юрию Николаевичу для дальнейшего закомления. Хорошо, спасибо. Ну вот, мы уже перешли к Юрию Николаевичу Барину. Здравствуйте. Ваша должность зовется начальник вещевой службы склада, я так понимаю, да? Да. И вот это и есть ваше владение. Хочется у вас попросить найти для меня форму. Поможете? Помогу. Вы свой рост знаете? Метр восемьдесят восемь. Я сделаю обмер груди. Давайте. Плотная такая, наверное, зимняя, да? Да, это зимняя форма, которую мы заказывали, как говорится, пошив, чтобы обеспечить наших военнослужащих. Так, и... Голова? Да, объем головы. Это будет ваша форма. Все, подошло. Все, есть? Ну вот, да. Ну, курточка на вас, как говорится. Все, значит, брюки тоже подойдут. Да, брюки, естественно, тоже подойдут. Все, Юрий Николаевич, спасибо большое. Так, форму-то мне выдали, внешне я на ополченца похож, а что делать, куда идти, пока непонятно. Буду узнавать, что же такое патрулирование и как этим заниматься. Рядом со мной сейчас находится начальник второго отдела полка народного ополчения Иван Исаев. Здравствуйте. Добрый день. Иван, вот мне форму выдали, сказали прийти к вам и здесь приступить к патрулированию территории. Да? Как у вас с физической подготовкой? Ну, такое. Такое? Ну, было в школе физкультуру проходить. Но этого недостаточно. Как у вас с приемами самообороны, защиты, нападения? Ну, фильмы смотрел. Это тоже немножко не то. Вам надо отправиться в наш центр боевой подготовки спецназа и пройти там курс обучения. И тогда мы посмотрим, готовы ли вы. Все, я понял. Пролезть тогда на обучение и потом к вам. Совершенно верно. Договорились. Одежду дали, в патруль отправили. А ничему не научили. И поэтому я сейчас пришел к Александру Евгеньевичу Бережному. Инструктору по оккупашному бою, который, надеюсь, меня всему научит. И покажет, что такое настоящее народное полчение. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, для того, чтобы патрулировать, я понимаю, что ваши бойцы занимаются здесь часами и целыми днями. Ну, хотя бы азы, навыки, несколько приемов. Покажите меня, пожалуйста. Да, без проблем. Покажем. Когда вас, допустим, захватывают за одежду. Как освободиться от этого захвата? Все построено на определенных точках и рычагах. В данном случае вот эта точка называется ключичная впадина, да? Вот мы на нее и будем работать. Если я вашу руку чуть потяну на себя с разворотом, чуть потяну на себя, и воздействую на эту точку, произойдет вот что. Я понял. Вроде бы вы приложили минимум усилий, но равновесие потеряли хорошо. Есть более жесткий способ этого жара. Я чуть доворачиваю руку, делаю вот такое движение. Смотрите. Вот. Все. Ясно. Все ясно, понятно. А теперь чему-нибудь меня научить. Итак, вы меня захватываете. Я вас захватываю. Есть. Выворачиваю. И дальше вот здесь. Теперь продолжайте тянуть мою руку и одновременно давите сюда. С разворотом. С разворотом. Видите, что поводит. Опа! Так, давайте, которые посложнее. Я вас захватываю. То же самое. Разворачиваем руку. Разворачиваете руку. А это сюда. Одновременно с корпусом. А-а-а. О, видите, что получается? Ух ты. Так. Не тяните одной рукой. Я повторяю. Корпус должен быть развернут в ту сторону. О! Все, я понял. А если сзади? Я иду. Темный переулок. Я же не знаю, что на меня сзади напали. Как защититься? Понятно. Смотрите, не сзади. Смотрите. Вот меня захватили за плечо. Да? Что-то от меня хотят. Я фиксирую руку. Говорю, товарищ, держи крепче. И потом начинаю разворачиваться. Смотрите, что получается. Ага. Тут все понятно. Все супер. Главное крепко держать. Так. Вы держите. Я. Фиксируйте руку как можно крепче. Выпрямляйте руку. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. О! Видите? Ух ты. Вам большое спасибо за беседу, за то, что вы меня научили. И за то, что вы стоите на защите нашей республики. Спасибо. Помимо того, чтобы знать азы рукопашного боя, для того, чтобы мне сегодня пройти патрулирование успешно, также нужно познакомиться и с оружием. Именно для этого сейчас я здесь нахожусь, а рядом со мной Виктор Дмитриевич Солодюк, инструктор по оружию и вооружению. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед нами представлен автомат Калашникова складной 74 калибром 5,45. Изначально, из чего начинается разборка автомата, это мы должны отсоединить магазин от оружия. Легким движением руки мы отсоединяем магазин. Убеждаемся, что нет патронов. Второе движение, которое несомненно идет. Поднимается автомат вертикально вверх. Снимается с предохранителя. Что мы сейчас делаем? Извлекаем патрон из патронника. Убедились, что нет патронов в патроннике? Убедились. Отпустили. Извлекаем шомпол легким движением. Раз. Ложим. Отсоединяем крышку. Отсоединяем боевую пружину. Затворную раму. Разбираем затвор. Снимаем газовую трубку. Разборка автомата закончена. Я могу сделать это с закрытыми головами. А давайте. Готовы? Начнем. Разборка закончена. Ну уже понятное дело, вы уже с ним знакомы. Теперь давайте как-нибудь попробую я с ним тоже познакомиться. Итак. Положили. Аккуратно. Посмотрели. Нет ничего. Нет ничего, да. Берем в левую руку автомат. Да. Поднимаем вертикально вверх. Поднимаем. Снимаем с предохранителя. Передергиваем затвор. Убеждаем, что нет патронов в патроннике. Убедились. Патрона нет. Есть. Убедились. Есть. Перехватываем левую руку. Ложим автомат на стол. Я здесь надавил, это снял. Положили. Отсоединили возвратную пружину. Положили аккуратно. Отсоединили затворную раму с затвором. До упора подняли ее вверх. Все, есть. Положили автомат. Движение небольшое здесь. Есть. Ложим. Есть, положили. Отсоединяем газовую трубку. Отсоединяем газовую трубку. Положили автомат. Есть же. Вам большое спасибо. Спасибо. Вновь, Иван, я пришел к вам. Возможно, внешне по мне не видно, но курс молодого бойца уже пройден. Обучился зам самообороны. Посмотрел, что значит собирать и разбирать автомат. Теперь, я думаю, я готов уже приступить к патрулированию. Но патрулирование – это не только физическая форма и знание приемов. Это еще и знание законов, знание устава, нормативных актов, ну и внимательность. Понятное дело, что сейчас все эти нормативные акты правовые я изучать не буду. Но вот что касается строгости, дисциплинированности, я думаю, сейчас в ходе нашего с вами патрулирования я этому всему научусь. Ну, мы попробуем. Приступим. Патрулирование началось. Нас сейчас здесь трое. Представьте, пожалуйста, коллегу. Максим, инспектор второго отдела. Патрулировать нужно именно втроем, я так понимаю, да? Да, на ряд состоит из трех человек. А как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы вместе с вами в отряде выйти в патруль? Ну, во-первых, это твердость духа, патриотизм, потому что делаем благое дело. Развит как физически, так и психологически. То есть не теряться в сложную минуту, уметь своевременно и быстро принимать решения взвешенные. Мы постоянно совершенствуем и психологический, моральный, физическое состояние личного состава. Учим, тренируем. Наставляете, воспитываете. Наставляем, воспитываем, да. В общем, делаем даже из мальчиков, делаем мужей. Ну, я понимаю то, что с вами я пробыл сегодня всего лишь малую часть времени, то, что ваши обязанности входит намного больше, чем просто патрулирование, чем просто ходьба. Но вот за этот небольшой промежуток вы можете оценить меня как члена вашего отряда. По пятибалльной шкале. По пятибалльной шкале, скажем, заочно ставим пять, но надо еще работать и работать. Нужно прийти и все-таки посмотреть, что же такое служба в отряде ополчения. Вам большое спасибо за то, что защищаете крымчан и весь крымский полостер. Большое спасибо. Программу эту посмотрев, намотай себе на усы. Все работы хороши, выбирая на вкус. Сегодня благодаря народным ополченцам я понял, что значит быть защитником Крыма и его жителей. Конечно же, это все сводится не только к навыкам самообороны и патрулированию территории. Это понятие намного шире. Это значит быть смелым, мужественным, отважным. Это значит быть настоящим патриотом своей страны. Именно такими и являются эти сильные мужчины. Ну а мы вместе с вами встретимся уже ровно через неделю, где познаем азы очередной не менее интересной и увлекательной профессии. Пока.